Самое главное в нашем доме, конечно, это близость моря, театр, набережная, все рядом. Екатерина Рубина не нарадуется на свою квартиру, но признается, понервничать из-за нее пришлось немало. В прошлом году застройщика ЖК Москва посадили за мошенничество и работы встали. Покупатели, а это 700 человек, вложившие в новое жилье не по 1 миллиону рублей вместо благоустроенного дома, получили бетонную коробку без света, воды и тепла. У нас был создан ТЦН, стал вопрос о достройке, как достраивать дом. Начался поиск инвесторов. С помощью администрации нашли инвестора. Инвестор помог нам сделать внутренние сети электроэнергии для подключения электричества. В марте 2019 мы его уже подключили. Сделали мы сети водовода, как требовал от нас водоканал. Сейчас наша самая большая проблема – это подключение к центральным сетям водоснабжения и теплосетей. На стадии решения и этот вопрос, говорят в администрации города. В мэрии рассчитывают, что проблема с коммуникациями в ЖК «Москва» должна быть закрыта в начале следующего года. А эту девятиэтажку на улице Санаторной должны были сдать еще в 2018-м. Но при вводе в эксплуатацию оказалось, что дом построен не по проекту, не хватает одного этажа. Застройщик привел всю документацию в порядок, и собственники уже получили ключи от своих квартир. Все были очень счастливы, довольны. Мы искренне радовались, поздравляли себя и застройщиков. Застройщик у нас накрыл стол, был праздничный фуршет. Конечно, радости нашей не было предела. Кипит работа и на территории некогда заброшенного жилого комплекса «Фристайл» в микрорайоне «Ареда». Возводить высотки здесь начали 10 лет назад, но потом стройка остановилась, как и на других объектах компании «Вант». Инвестор, которого нашла мэрия курорта, обещает выдать там квартиры 185 дольщикам уже следующим летом. Наша компания взяла по максимуму объектов, с которыми мы можем справиться. Я думаю, что мы понимаем всю ответственность и с задачей справимся, сдадим срок. Среди объектов, которые будет доводить до ума этот застройщик, и жилой комплекс на Теневом переулке. Начать работы здесь планируют уже в следующем году. А на улице Пасечная, в доме, который строила и не достроила компания «Ида» на воселье 150 собственников смогут справить уже в начале следующего года. Инженерные сети были не проведены ни внутренние, ни внешние. Не было системы отопления, пожаротушения, системы отведения, дымоудаления. Не были выполнены фасадные работы, внутренняя отделка коридоров, лифтовых холлов, благоустройство территории. И технические условия были все просрочены. За последний год из краевого списка проблемных домов в Сочи, а в нем 29 объектов, исключили 12 жилых комплексов. Больше трех тысяч человек уже получили свои долгожданные квадратные метры. Еще в двух долгостроях ключи от квартир хозяева получат до конца года. Остается у нас из этого всего списка 17 объектов, которые у нас переходят на 2020 год, 9 из которых мы планируем ввести в 2020 году. По шести оставшимся у нас заключено инвестсоглашение по достройке. По планам мэрии в списке проблемных домов в конце 2021 года должны остаться лишь два объекта – инвестиционно непривлекательный долгострой. Один из них компания «Ида» возводила на улице Санаторной и недострой компании «Сочи Абсолют», расположенный в самом центре курорта на улице Островского. Эту высотку подняли лишь до восьмого этажа, а по проекту должен быть 21. Чтобы достроить этот дом, необходимо несколько миллиардов рублей. Письмо с предложением привлечь эти средства из профильного регионального фонда уже отправлено в администрацию Краснодарского края. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ